Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас, конечно же, приветствует Алена Арьес. Я по-прежнему таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь, благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И сегодня, мои дорогие, для вас очень интересное предсказание, гадание на жениха, на мужчину, кто придет до конца года. Причем, неважно, в каких вы сейчас взаимоотношениях. Если это существующий мужчина, то я об этом, конечно же, скажу. Если, к примеру, вы в паре или в браке. Если же придет кто-то новый, действительно стоящий, да, и будут новые взаимоотношения, то об этом тоже я вам сообщу. Напоминаю, что это все-таки общий онлайн-расклад. Его точность зависит, в первую очередь, только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Номер видно прекрасно. И, собственно, начинаем. Будет три позиции, девочки. Сейчас я цифры возьму. Будет три позиции. И посмотрим, кто придет, для чего и как сложатся отношения. Вот так мы сегодня посмотрим. Так, подумали все о том, какого жениха вы хотите. И посмотрим. Итак, кто придет до конца года к вам по первой позиции. Для чего и как, собственно, отношения сложатся. Вторая позиция. Кто придет, для чего и как отношения сложатся. И третья позиция. Кто придет, для чего и как сложатся ваши отношения. Итак, сейчас улыбнитесь. Сделайте себе быстренько комплимент. И выберите ту позицию, которая вам нравится. Или которая вас отзывается. Или которая вас притягивает. И начинаем смотреть. Итак, первая позиция. Смотрим. Кто придет к вам. К вам притянется двое мужчин. Один из прошлого. Темненький, темные волосы, темные глаза. У кого-то, может быть, даже бывший. Бывший муж, потому что официально я вижу отношения. Вот. И новый. А кто же будет новый? Давайте посмотрим. Новый будет мужчина. Еще будет новое знакомство. Чувственное будет роман у вас. Не хотят мне карты показывать. Не хотят. Что за новый мужчина? Откуда-то он приедет. Но показывают карты, что только новый. Ну, что только любовный роман. И он уедет. Какая-то любовная встреча. Но я не вижу продолжения этой ситуации. Он уедет. И, скорее всего, отношения на этом ваши закончатся. Вы, может быть, попереписываетесь еще какое-то время. Но не показывают карты, что за мужчина. Вполне возможно, что у вас разные. А всех будут мужчины. Вот. Бывший вернется. Надо же. Такое ощущение, что короли. Короли в колоде закончились. Ну, будет новый мужчина. Будет. Сто процентов. Будет. Вот он. Наконец-то. Да. Вот именно он и будет. Скорее всего, мужчина будет шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный. Добрый, щедрый, веселый. Вот. Но как-то вот он получается... Да, он такой чувственный, любвеобильный. Но дело в том, что он и не планирует изначально серьезных взаимоотношений. Познакомитесь вы с ним. Где вы с ним познакомитесь? Как-то по работе вы с ним будете пересыкаться. Но он делал в том, что откуда-то, откуда-то приедет. То есть начнется все с какой-то, с какой-то деловой встречи. Или это может быть встреча какая-то деловая. Вам что-то надо будет, не знаю, что-то оформить, куда-то поехать. Вот. Да, может быть в поездке даже познакомитесь. Но, в общем, факт остается фактом. Мужчин двое. С одним вы познакомитесь. Здесь один вернется. Вот. То, с которым познакомитесь. Вот короткий будет любовный роман. И потом он уедет. И как-то ваше отношение закончится. Ну, то есть там вы будете еще какое-то время там переписываться. Потом, видимо, он, скорее всего, перестанет просто отвечать. Ну, потому что у него изначально нет каких-то серьезных планов. Вот. Для чего вообще этот мужчина, тут еще бывший же появится. Для чего этот мужчина появляется в вашей жизни? Ну, для того, чтобы раскрыть, как обычно, вашу женственность, сексуальность, привлекательность. И тут же на фоне вот этого чувственного любовного романа появится бывший мужчина, которого вы очень ждали. Ну, понятно, что тут вы отвлечетесь, переключитесь на новый любовный роман. И это как раз притянет вашего бывшего. И вот с бывшим, скорее всего, у вас будет примирение и восстановление отношений. Вот. И отношения будут достаточно серьезные. То есть, если, к примеру, это бывший муж, скорее всего, будет предложение о том, чтобы полностью восстановить отношения. То есть, даже заключение повторного брака, возможно. Ну, или минимум это совместное проживание. Поэтому, да, здесь получается, что ваш жених кто-то из ваших бывших. Переходим ко второй позиции. Смотрим, кто. Ну, у вас тоже двое мужчин. Либо вы сейчас в паре, в браке, и появится вот еще один мужчина. Либо, если вы сейчас свободны, то мужчин будет двое. Ну, давайте, какие у нас тут еще вопросы. Тот мужчина, с которым вы познакомитесь, познакомитесь в ближайшие дни, от трех до восьми дней. Мужчина шатаем, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вижу с ним чувственный роман. Для чего? Для чего он появится? Для того, чтобы вы изменили свою жизнь. Если вы сейчас в паре или в браке, скорее всего, уйдете в новые отношения. Новые, очень счастливые будут отношения. Какими они будут? То есть, серьезные ли это будут? Или любовные отношения? Ну, волнений будет много. Много будет страсти, чувственности. Ну, достаточно серьезные будут отношения. То есть, скорее всего, я вижу, что вы уйдете в новые отношения. И эти отношения, да, они не будут простыми вот с этим мужчиной. Мужчина по возрасту, кстати, ровесник или чуть-чуть младше вас. Вот, переезд. Я вижу, вот больше всего вы из-за переезда к нему будете переживать почему-то. Ну, вполне возможно, ну, у кого-то проиграется, что мужчина в одном городе с вами живет, а у кого-то проиграется, что мужчина живет, возможно, в другом городе или даже в другой стране. Где познакомитесь? Где и как? Где и как? Так, карты говорят, что вы, скорее всего, знакомы, возможно, уже общались с этим мужчиной. То есть, это не прям совсем новое знакомство. Ну, либо у вас встречи еще не было, если мужчина на расстоянии. Либо, может быть, были свидания, но не было отношений. То есть, мужчина-то, я вам не знакомюсь, говорю, общение. Я вижу, было общение. А вот, но отношения, ну, идете в новые отношения до конца года. Хотя, вот, мужчина появится в ближайшие дни. Я вам уже сказала об этом. И дальше пойдут перемены. Перемены в личной жизни. А второй мужчина, я же говорю, либо он у вас уже есть мужчина, да, либо... То есть, либо вы в паре в браке, да, либо... Что тут еще? То есть, если вы сейчас свободны, кто второй? Потому что я вижу двоих мужчин. Кто второй? На случай, если вы свободны. Вообще, тут указывают, что двое мужчин, карты. Но они показывают, кто. Кто второй? Откуда? Тайна, говорят карты. Тайна. Сильный, гласный. Деловой, серьезный. Для любовных отношений он вам идет. Второй мужчина. Где вы с ним познакомитесь. Он за вами наблюдает. Он женат. Ну, вот и второй мужчина. Сам проявит инициативу. Тоже в ближайшие дни. Вот. Но идет только для любовного романа, потому что он женат. А вот этот мужчина идет вам для серьезных отношений. Вот. В общем, как-то так. Так что принимайте своего серьезного мужчину. Ну, начнется это такой, как легкий роман. Потому что он ровесник. Или даже, скорее всего, помладше немножко вас. Вы как-то не особо его будете принимать. А тут еще этот, который сильный, гласный. Такой темненький будет мужчина. Постарше вас. И к нему вы будете относиться серьезнее. Но он женат. Вот. И я так понимаю, что разводиться вряд ли он собирается. Так. Ну, и третья позиция, девочки. Третья позиция. Посмотрим, что тут у нас. Кто? Да? Кто? Мужчина? Вот. У вас будет один мужчина. Светленький. Рыжий или белокурые волосы. Светло-карий или серые глаза. Активный, целеустремленный, жизнерадостный. Такой. По возрасту ровесник или чуть-чуть младше. Ну, больше на ровесника. Похож. Вот. Скорее всего, вы с ним знакомы. Ждет вас с ним поездка. Ждет быстро развивающийся роман. Достаточно серьезный. Появится он где-то в пределах двух месяцев. Возможно, даже само знакомство произойдет где-то в поездке. То есть не через интернет, а где-то в поездке. У некоторых проиграется, что вы знакомы с мужчиной, но встречи не было. Отношения какие вас ждут? Ну, вот я вижу. Общение, страсть. Не сразу, конечно, вы придете к серьезным отношениям. Он такой достаточно... Мне, ну, как бы такое вот из-за характера будет казаться таким непостоянным. У вас тоже будет выбор. Либо у вас есть... То есть, либо вы в паре, в браке. Да? То есть, я вижу вообще мужа. У вас будет выбор стоять между мужем и другим мужчиной. А вот. Об этом мне карты говорят. Что сначала начнется вот это... Вот эти отношения, если вы в паре или в браке, как... Любовный роман. Но если вы свободны, то мужчина будет один. Вот этот. И отношения все равно вот начнутся. Они как легкий такой любовный роман. Да? Вот. Тоже не будут, конечно, они простыми. Вот. Много будет интересного. Вот. Но вообще, именно вот цель основная, получается, вашего знакомства, насколько я вижу, все-таки, по умеренности. Да? Ну, это еще можно принять как совет все-таки. Что умерьте свой пыл. Немножко спокойнее относитесь к мужчине. Для того... Ну, к этому мужчине не надо так относиться, да? Для того, чтобы он за вами бежал, горел. Вот. То есть, поспокойней. И придете к серьезным все-таки взаимоотношениям. То есть, как минимум, совместное проживание. Так что, мужчины тут, получается, все серьезные. А вот, в принципе, это и очень даже здорово. Ну, что. Как всегда, вот три варианта я рассмотрела. Давайте карту на исполнение желания. Я вам напоминаю, что еще несколько дней можно все-таки зарегистрироваться. С большой скидкой, с подарком на курс обучения искусства предсказаний. Ссылочка на курс внизу. Уже больше 200 девочек закончили и предсказывают сами. Вот. И вы можете повторить. Больше 200 человек сейчас учатся на курсе. Всего 4 занятия, 500 рублей. Регистрируйтесь. Ссылочка внизу. И загадывайте желание. Нет, сначала желание загадывайте, потом на курс регистрируйтесь. Итак, для тех, кто загадал первую позицию, для того, чтобы ваше желание исполнилось, нужны какие-то полезные люди. Для тех, кто вторую позицию загадал ваше желание, исполняется время самое подходящее. И для тех, кто загадал третью, ваше желание пока не исполнится. Видимо, не время. Или нужно как-то переформулировать ваше желание. Напоминаю, что желание обязательно должно касаться только вас. Ни про кого другого желания загадывать нельзя. Вот. И желание должно быть во благо вас, всех людей и всей Вселенной. Поэтому проверьте, те, кто третью позицию загадали. Соответствует ли ваше желание. И если всему соответствует, возможно, есть что-то для вас лучшее. Возможно, вы стремитесь не к тому, что нужно именно вам. На этом я вас еще раз благодарю. Желаю вам всего самого наилучшего. А с вами была Алена Ариес. До скорых встреч и новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok